Это веревка нам пригодилась в походе. То есть из-за того, что мы люди, так скажем, равнины, а ходили мы по вулканам, хребтам, нам веревка очень сильно пригодилась, так как уклоны были большие. Ребята из туристского клуба «Вездеходы» со знанием дела показывают свое снаряжение. Только вчера юные путешественники и их руководитель вернулись в Камчатки, где на всероссийском туристском слете представляли всю Архангельскую область. Соревновательный элемент мероприятия – пешеходный поход второй категории сложности. Был выбран вулкан Бакенинг и его окрестности. Там цепочка горных озер. То есть мы должны были посетить все эти горные озера. Подъем, завтрак, рюкзаки на плечи и в дорогу. 45 минут в пути, 15 минут отдых. На обед встали, также дежурные приготовили все, все пообедали. Идем дальше уже до вечера. Останавливались часов в семь. Потом ужин дежурные готовят. Во время того, как дежурные готовят, другие участники ставят палатки. В походе котловские туристы провели 10 дней. Хребты и высокогорные озера – величественная и могучая природа Камчатки. Суровая и невероятно прекрасная. У нас маршрут был построен так, что мы прямо на маршруте искупались в горячих источниках, ловили рыбу. Уже после 10 дней похода необходимо было выступить с защитой своего маршрута. Почему выбрали именно его? Что узнали и увидели в пути? Насколько он будет интересен другим туристам? После перевала мы прошли два гребня, где увидели семью медведей, идущую к месту, запланированной ночевки. Поэтому мы встали в километры от нее. Итог участия котловских туристов во всероссийских соревнованиях – первое место в своей категории сложности. Маршрут у ребят был далеко не самый простой. Пришлось преодолеть много препятствий. Когда мы узнали, что заняли первое место, мы были очень удивлены, шокированы. Наверное, хотелось даже прыгать от радости. И тут юные туристы явно скромничают, ведь многие в походах уже не один год успели перенять и опыт своего мудрого наставника и закалиться в палаточной жизни. Все же начинается с азов, с самого маленького. Элементы ориентирования обязательные. Учатся создавать себе комфорт, начиная от того, чтобы развести костер в любую погоду, обустроить лагерь, вкусно приготовить на всех, выбрать место для палатки. Даже правильно собрать рюкзак, потому что рюкзак неправильно собран и создает проблемы во время передвижения. С рюкзаком за плечами ребята из Котловского вездехода уже прошли Кольский полуостров, Карелию, Байкал и Кавказ. Константин Кузнецов в команде самый опытный. Он уже пять лет занимается спортивным туризмом. Обычно в походе у него роль ремонтника. Стропы запасные и пассатижи. Делал специально для этого похода я трубки металлические, если сломаются палки трекинговые. Напильники есть по металлу. Нитки различные, вощеные, капроновые, хэбэшные. Ножницы, отвертка с набором бит. Евгений Анкудинов признается, его воспитанники в свои 14-16 лет абсолютно самостоятельные. Многое знают и умеют. Каждый верный друг и надежное плечо. Хоть в горы, хоть в разведку. Ведь в походе по-другому нельзя. С ними же все равно общаешься, разговариваешь и смотришь. Они после даже первого похода, такие случаи бывают, они приходят абсолютно другими людьми. То есть они по-другому что-то воспринимают, по-другому начинают мыслить. Рассказывая о своем нехитром туристском быте, ребята смеются. В рюкзаках у них и кухня, и спальня, и медпункт. Плита у нас была своя. Все удобно раскладывается. Сюда вкручивается газовый баллон и удобно готовится. Вот на этом можно приготовить борщ? Да, вполне. 4 литра супа и 6 литров чая. Хватает? Да. Сегодня они все вместе собрались на своей базе в Центре дополнительного образования. Здесь хранится их снаряжение, награды. Здесь же запечатлена история походов. Но настоящий турист долго на месте не засиживается. А значит ветер странствий скоро снова позовет в путь.